Новый аэродром Путина взлетел на воздух. Я не знаю, что делать. У меня трясется все тело. А пропагандисты заговорили про новый переворот в России. У нас Владимир Путин, насколько я понимаю, отрекаться от престола не собирается. Извините, пожалуйста, за такое сравнение. Минуту у нас. Ты все-таки хочешь, чтобы радио закрыли, да? Но я напомню, что у Путина все стабильно. Все по плану, товарищи. Утро начинается с привычных новостей о разгроме очередного российского аэродрома. Сообщается о дронах, которые все так же спокойно долетели аж до республики Адыгея и поразили цель. Вот еще полетела, смотри. Бам, у***. Прям на дронах. Нормально попали. Слушай, а это с чего-то как будто стреляют. Хорошая. Это ПВО. Вон еще одна полетела. Вот такая вспышка была. Сейчас на месте прилета продолжается пожар. Идет эвакуация ближайшего поселка Родниковой. Я думаю, что вопрос о том, есть ли в России ПВО, можно очевидно считать риторическим. Офигеть. Все взрывается. Все взрывается. Вот что творится. Офигеть. Бахает так. Слушай, даже предположить не могу, что это. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ой, сейчас опять рванет. Ой, какой огонь. Обалдеть. Обалдеть. Творится что. А горит действительно красиво. Ведь Украина уничтожила большой склад с топливом на этом аэродроме. По данным Асинт-аналитиков, эти объекты находились возле взлетно-посадочной полосы. На месте попадания могли находиться топливные резервуары для самолетов или склад авиабомб. В российском минубийстве отчитались об уничтожении и перехвате почти ста украинских БПЛА. Но про инцидент в Адыгее почему-то ни слова. В то время, как местные там из-за путинской спецоперации уже начали трястись от страха. У нас в Майкопе мама. Францкая. Какая-то не влечащаяся. Это прям в субъектах. О, шалеть. Я не знаю, что делать. У меня трясется все тело. У меня очень сильно все трясется. Я не знаю, что делать. Это ужас. Поблагодари за это дедушку Путина, который все настолько удачно спланировал, что теперь ты трясешься от страха. В Зет-каналах сейчас наблюдается новая волна критики московского режима. Путриоты не понимают, почему у диктатора в стране ПВО не способны защитить важные стратегические объекты. И зачем тогда нужно было продавать ее другим странам? За последние дни произошло несколько серьезных ударов по объектам в тылу наших войск. В Феодосии атака на нефтебазу спровоцировала длительный и масштабный пожар. Затем под вражеский огонь попал Арсенал в Брянской области. Там была зафиксирована серьезная детонация. В Краснодарском крае дроны ВСУ атаковали военный объект. Враг распускает слухи, что якобы там был склад с сотнями беспилотников типа Герань-2. И вот теперь в Адыгее вражеские дроны атаковали аэродром Ханская. По нашим данным, там получили повреждения два самолета. Также атакованы резервуары с топливом и склад с боекомплектом. Пообщавшись с собеседниками в Минобороны и Генштабе сделали два тревожных вывода. Во-первых, интенсивность атак вражеских беспилотников растет. Об этом мы предупреждали и раньше. Важнее и то, что дроны летят дальше, а значит под удар может попасть все больше объектов военной инфраструктуры. Во-вторых, нас беспокоит ситуация с защитой тыловых объектов. Мы очень аккуратно высказывали опасения, что передача ПВО нашим иранским партнерам в условиях войны может иметь неприятные последствия на поле боя. В том числе мы отмечали необходимость плотной защиты Крыма. Как видим, на примере Феодосии мы не были услышаны. Понимая сложность положения и то, что ситуация уже не контролируется Путиным, телепропаганда начала готовить россиян к возможным территориальным претензиям иностранцев на их имперские завоевания. Пропагандисты буквально признают, что у их страны нечем защищаться, если, например, Германия или Финляндия спросит у Путина, чей же все-таки Калининград? Понимаете, мы ведь только помним сейчас, и все наше внимание приковано к Калининграду. Но помимо Калининграда у Финляндии и у стран НАТО есть к нам очень серьезные потенциальные претензии, и мы должны их знать. Финляндии никогда до конца не смирились с результатами Зимней войны 1939-1940 годов, когда перешел к Советскому Союзу Карельский перешейк, часть Карелии. А что касается Арктики, то напомню, что здесь у нас есть опасный противник Норвегия, который считает, что хочет лишить нас окончательно особых прав на Шпицкерген. То есть они считают, что в какой-то момент могут применить, например, силу для того, чтобы полностью закрыть акваторию Шпицкергена. А здесь они, кстати, очень любят напоминать, что вообще-то земля Франца Иосифа и по названию не совсем русская, и открыл ее вообще-то австрийский полярник Юлиус Пайер, в свое время, а вовсе не русский, и назвал ее в честь императора Франца Иосифа. Ну, Австрия-то далеко, а вот Финляндия, Швеция и Норвегия рядом, и совсем ли это русский архипелаг? Ну, я уж не говорю о том, что они признают наших эксклюзивных прав на Северо-Моркуте. Шел третий год маленькой победоносной войны, и пока Кремль бросает все силы на завоевание исконно русских земель в Украине, Москва может недосчитаться исконно монгольских, китайских, японских, грузинских и прочих незаконно захваченных территорий. Однако правда в том, что другим странам даже не нужно будет применять силу или воевать с Кремлем, поскольку в самой России, по словам депутата Госдумы, уже зарождаются основания для гражданской войны и сепаратизма. Щенуша отмечает, в стране создаются колонны штурмовиков из русских националистов, которые сейчас занимаются нападениями на мигрантов и россиян неславянского происхождения. Мы видим, как именно готовятся фактически колонны штурмовиков, которые начнут с преследования узбеков, потом пойдут, естественно, чеченцы, дагестанцы, татары, а потом неправильные славяне. Вот уже даже видно прямо технология врага, она уже, то что называется, начинает под него формироваться боевые порядки. И с этого начнется все. Да-да, денацификация Украины явно зашла не в ту дверь. А учитывая предпосылки к началу гражданской войны в России, на другом телеканале пропагандисты заговорили о том, что если Путин не изменит свой подход к войне и вообще к управлению страной, то у него есть большой шанс нарваться на очередную революцию. Пропагандист считает, что не нужно никого пугать ядерным оружием. А если уж про него и вспоминать, то для того, чтобы только непременно ударить, например, по Польше. Я думаю, полякам это будет полезно услышать. Просто я переживаю, чтобы мы в феврале 1917 года не оказались. Вот за это я переживаю. И, кстати, многим бы рекомендовал переживать именно за это. А каковы перспективы, скажи, пожалуйста, вот к текущему моменту, несмотря на все заявления, есть все-таки предпосылки к условной заморозке этого конфликта. Время от времени мы к этому разговору возвращаемся. И прямо сейчас есть мнение о том, что Владимир Путин доктрину-то немножечко изменил, как раз для того, чтобы на Западе почесали и предложили именно какие-то переговорные позиции. Внятные, конечно, для нас, вменяемые. Меня напрягает всегда эта вера в договора, доктрины, какие-то подписанные бумажки, если за этим нет каких-то реальных, очень жестких действий. А что ты имеешь в виду под жесткими действиями? Ну, доктрину изменили, так примените ее разочек. Всем известный польский аэродром Жишув, через который идет поток оружия, который убивает наших людей. А ты не, скажем так, не боишься, не переживаешь за то, что НАТО таким образом, ну, будет вынуждено по-настоящему вступить тогда в войну? Да нет, я просто переживаю, чтобы мы в феврале 17-го года не оказались. Вот за это я переживаю. И, кстати, многим бы рекомендовал переживать именно за это. А какие предпосылки именно? Почему ты ссылаешься именно на этот исторический период? Что схожего? У нас Владимир Путин, насколько я понимаю, отрекаться от престола не собирается, извините, пожалуйста, за такое сравнение. Минута у нас. Ты все-таки хочешь, чтобы радио закрыли, да? А меня лишили аккредитации, Минбарон. Вот она, настоящая свобода слова в России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!